Три дома будут отремонтированы до конца года в рамках программы капитального ремонта жилья. Напомню, с января этого года жильцы самостоятельно собирают средства на обновление многоквартирных домов. В целом по округу на счет регионального оператора за 9 месяцев поступило более 21 миллиона рублей. Как расходуются деньги, проверили представители фонда содействия реформированию ЖКХ и наша съемочная группа. В этом году капитальный ремонт проводится в трех домах. В переулке Северный-4 уже завершилось утепление чердачных перекрытий. Сейчас проходят работы по замене системы газоснабжения. Обновится и двухэтажка на Ленина-54. Здесь фронт работ больше. Необходимо утеплить чердак, отремонтировать цоколь и фасад, заменить трубы газоснабжения, провести новую электропроводку. Почти такой же объем работы и в третьем доме по улице Первомайской. Здесь перекрывают крышу, меняют электропроводку и фасад здания. Кстати, в облицовке применяются исключительно экологически чистые материалы. Доволят дерево дышать и продлить срок эксплуатации здания. Здесь тем более ленточный, шлисобетонный фундамент. Фундамент здесь нормальный, он еще прослужит. В этом году при проведении капитального ремонта фасада полностью отказались от облицовки металлическим сайдингом. Сначала конопатиты запенивают все швы и стыки между брусом, затем следует слой минваты. Она поможет сохранить тепло в квартирах и не даст скапливаться влаги, из-за которой может начаться гниение дерева. Завершающим этапом станет покрытие дома евровагонкой. По новым стандартам проводят и ремонт электрики. Эту работу надо было делать, может быть, даже еще раньше. Но хорошо к этой работе сейчас мы вернулись, потому что изоляция и провода были в очень неудовлетворном состоянии. Мы их только тронули, посыпалась изоляция. То есть в любой момент дом просто мог, короткое замыкание на этом доме могло быть и вспыхнуло бы. Опасность таких домов на Ренмаре хватает. Кроме того, устанавливают новые плафоны, датчики движения, все приборы антивандальные. В подъездах будут поставлены новые пластиковые окна, заменят входные двери, поставят новый козырек над новым крыльцом. В этом году на капитальное обновление заложено более 17 миллионов рублей. Порядка 3 миллионов 200 тысяч рублей выделено из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Из окружной казны более 8 миллионов 800 тысяч и более 2 миллионов средства собственников, собранные на счете регионального оператора. В этом году ремонты немного задержались ввиду проведения конкурсов для определения подрядчиков в рамках федерального законодательства. Погода мешала, а так, в принципе, мы идем по графику. Я думаю, что к концу месяца уже этот дом будет закончен. Обрешетка выставлена, кровлю закончат. По плану работы должны быть закончены до конца ноября. Чтобы в дальнейшем избежать осенних ремонтов, собрания с жильцами домов, которые планируются обновить, в следующем году провели заранее, в сентябре текущего. Они отказываются от фундаментов, потому что, видать, может быть, было не совсем хорошего качества. До этого были ремонты фундаментов, то есть дом после этих ремонтов проседал, становилось холоднее где-то там, поэтому, может быть, из-за этого они еще... Всего в сентябре были проведены встречи с жильцами 50 домов города. Сколько именно строения отремонтируют в будущем году, станет известно в течение месяца, когда обработают все протоколы собраний собственников. Ирина Цепетова, Алена Валей, Александр Дуркин, Роман Делимарский, Телеканал Север.